Первый вопрос Акима Кустнойской области задала жительница села Щербакова Алтынсаринского района. Интересовалась, будут ли ремонтировать местную среднюю школу. Как отметили чиновники, от образования сейчас готовится ПСД. И, возможно, она будет отремонтирована уже в следующем году. Кстати, вопросы о ремонтах школ самые многочисленные. Люди из Лисаковска просили отремонтировать коррекционную школу-интернат. Но здесь чиновники только просят выделить деньги на подготовку ПСД. Что Аким и поручил сделать. Держите тогда вопрос на контроле поручения и в ближайшее время, чтобы проинформировали автора вопроса. Надо в целом, по всем объектам образования, которые сегодня просят, надо сделать план. В каком году мы, в 2022 году, сколько объектов отремонтируем. В 2021 году планы понятны, уже утверждены. В 2023 году, чтобы люди знали, в каком году, какой объект будет отремонтирован. Первую очередность тоже надо, критерии первоочередности перед друг другом объектов надо назвать. Там это количество учеников, сколько лет ремонта не было, где действительно есть аварийная ситуация. Жители Карабалыка просят построить физкультурно-спортивный комплекс. Аким области сказал, что проект на его возведение уже готов. Стоимость 600 миллионов тенге. И в этом году должны начать строительство. Жители села Аман-Карагай тоже интересуются спортивным комплексом. Здесь тоже известна стоимость 480 миллионов тенге. И его тоже построят, ответил Аким. Федоровчане просят расширить территорию больницы, добавив еще один корпус. Эту проблему я знаю. Два раза был на данном объекте. Когда завершили, и до этого ездил, все это посмотрел. Это и по зданию, которое на территории стоит, тоже я знаком. Если не ошибаюсь, там используется только один этаж. Первый этаж, кажется. И второй, третий этаж не используется. Раньше родительный дом был там. Потом какие-то другие медицинские организации, не помню, мне докладывали. Я дал поручение. Выделены финансовые средства в объеме 7 миллионов тенге для проведения техобследования и дальнейшей разработки проектно-смертной документации. Просят люди увеличить количество вадимого арендного жилья в Миндагаринском районе. Архимед Мухаммедов отметил, что власти делают все, что в их силах, но возможности бюджета ограничены. Были и вопросы о ремонте дорог. Я, как сказал, Чарли Радович, поселка Кушмурун, Ольгольдского района. Жители Кушмурун, поселка Диана, кратно обращались по вопросам ремонта нашей главной дороги по улице Ленина. Скажите, когда будет проведен ремонт? Прошу подключить Акима Ульгольдского района, Тиммена Елану Лжаваевичу. Он подробно ответил. Зармат-сва. Знаете, да, этот вопрос по улице Ленина? Да, как мы знаем, не первый год его поднимали. В этом году у нас на руках имеется вся техническая документация. В этом году за счет областных трансфертов 61 миллион, 69 миллионов и софинансированные с нашего свободного остатка 51 миллион. В общей сложности 120 миллионов. Мы заложили. Сейчас, в настоящий момент, проводятся конкурсные процедуры. Житель села Айет спрашивает про газификацию. Аким отвечает, будет. Она продолжится в этом году. О чистой воде просят жители села Сокол Ульгольдского района. Аким области обещает, вода тоже будет. В этом году здесь планируется установить пункт раздачи питьевой воды. Жительница Кустана интересуется, как власти намерены решить проблему автомобильных пробок в районе Кустанай-Плазы утром и вечером. Как отметили чиновники, в плане у Акимата строительство дорожной развязки через железную дорогу. Но когда начнется ее возведение, неизвестно. Потому как стоимость проекта по предварительным расчетам обойдется бюджету в 4,5 миллиарда в тенге. Алексей Кудрявцев, Татьяна Калюжная, РТН.